Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео мы поговорим о новом эпическом бравлере Бонни, который появится в Брау Старс в начале июня. И как это всегда бывает, Бонни можно будет выбить из ящиков или приобрести в магазине за гемы. Она является сестренкой нового хроматика Джанет, о которой я рассказывала в прошлом выпуске, и завершает трио вместе со Сту. У Бонни есть пушка, которую зовут Клайд, и во взаимодействии Бонни и Клайда в принципе строится не только ее атака, но и ее ульта. А так как Бонни это младшая сестра Джанет, то мы видим, что она совсем маленькая, у нее даже не все зубы еще прорезались, и вот на основе ее зубов как раз и будут строиться атаки. Но давайте обо всем по порядку, чтобы разобраться. Для начала посмотрим на характеристики. Бонни может находиться в двух режимах, в виде пушки и в виде самой Бонни. В первом режиме у нас очень хорошее здоровье 7800, при этом низкая скорость передвижения и хорошая дальность. После использования Супера Бонни вылетает из пушки и начинает бегать уже без нее, и вот тут у нее сильно меняются характеристики. Здоровье становится 4500, очень высокая скорость передвижения и нормальная дальность. А если использовать Супер снова, то Бонни обратно залезают в пушку и продолжается все по кругу, то есть первый и второй режим постоянно сменяют друг друга. Теперь посмотрим на пассивки. Первая – черный порох. Дальность Супера Бонни увеличивается на 36%, то есть больше, чем на треть. А вторая – пассивка Зуб Мудрости, дает при попадании разлет на Осколки, который наносит 25% дополнительного урона тем врагам, которые находятся вблизи. Теперь посмотрим на гаджеты. Первый гаджет – быстрые углеводы. Клайт, то есть пушка, движется и перезаряжается на 30% быстрее в течение 5 секунд. Второй гаджет – это Краш Тест. Бонни делает рывок вперед, отбрасывает врагов и наносит 300 единиц урона при попадании. Теперь сравним действия пассивок и гаджетов между собой. В первом режиме изначально Бонни находится внутри своей пушки Клайт. Посмотрите, какая хорошая дальность, при этом очень медленная скорость передвижения, то есть приблизительно это похоже на скорость движения бита. Однако уже за 4 попадания Бонни успевает накопить себе ульту, то есть не так много нужно для того, чтобы перейти в следующий режим. Когда мы используем гаджет, то пушка начинает двигаться быстрее и перезаряжаться тоже быстрее. И это ощутимо, с учетом, что пушка очень медленная. Действие пассивки тоже ощутимо, потому что Бонни может перелететь на достаточно большое расстояние. Теперь она довольно быстро перемещается и здесь у нее уже 3 снаряда, в отличие от первоначального вида. В таком виде ульта Бонни накапливается сама по себе, как у Дэрила, то есть даже попадать не надо. И когда вы захотите обратно превратиться в пушку, вы просто нажимаете ульту, то есть направлять ее в этом режиме не нужно, то есть не надо выбирать, куда вы хотите переместиться. Однако, когда вы захотите снова попасть в режим Бонни, то здесь вы уже направляете ее в ту сторону, куда вам нужно. Вот эта вариативность внешнего вида, сначала пушка, а потом непосредственно Бонни, мне напоминает механику у Мэг. Там тоже Мэг сначала превращается в Меху, но только разница в том, что обратно под действием Супера нельзя из Мехи превратиться в Мэг. То есть должно именно закончиться здоровье для того, чтобы Меха обратно стала Мэг. А здесь вы можете сами искать тот момент, когда вам нужно превратиться обратно в пушку. То есть здесь больше именно управления самим игроком. У Бонни достаточно большой радиус при приземлении от Супера, поэтому здесь можно засыпить даже сразу несколько врагов, если они будут стоять вместе. Теперь давайте посмотрим, как работает вторая пассивка и второй гаджет. На мой взгляд, эта пассивка более интересная, чем первая, потому что можно нанести еще дополнительно 25% урона. В принципе, это довольно неплохо, а если еще враги будут стоять рядом, то, соответственно, они будут получать этот дополнительный урон. Отчасти мне это напоминает пассивку для Спайка, где он использует закрут колючек для того, чтобы нанести дополнительный урон. А здесь при попадании вы будете использовать осколки, которые разлетаются и тоже наносят урон. Второй гаджет Бонни мне чем-то напоминает гаджет на Макс. С той разницей только, что Макс урон не наносит и никого не отталкивает, а просто делает рывок вперед. Так что это такой усовершенственный гаджет Макс, если можно так выразиться. Бонни довольно счастливый бравлер, потому что практически сразу после своего выхода Бонни получает скин Императрица Бонни. Он будет стоить 149 гемов и появится в магазине с 6 июня. Напомню, что даты и стоимости могут меняться, поэтому ориентируйтесь на них, но не привязывайтесь к ним сильно. Этот скин относится к коллекции скинов Шайка Злодеев. И помимо интересного внешнего вида, у этого скина еще и красивые анимации. И атака красивая, и ульта красивая, поэтому недаром он стоит аж 149 гемов. Это действительно оправданная цена, на мой взгляд. Поэтому, если бравлер вам нравится, смело берите. Других вариантов на Бонни пока что нет, но мне кажется, это весьма достойный скин. И опять же повторюсь, Бонни очень счастливый бравлер, потому что далеко не у каждого нового бравлера сразу появляется скин еще и достаточно красивый по анимациям и по внешнему виду. Причем у этого скина даже появится свой собственный пин. Вот настолько он крутой. Что же касается других пинов, которые идут по дефолту к Бонни, то они сразу будут анимированы. Еще один плюс копилочку к этому бравлеру. Пины достаточно смешные, и Бонни в основном по озвучке здесь что-то пищит, кричит, но в общем ведет себя как совсем действительно маленький ребенок. Тоже в своем стиле. Ну а теперь самое время посмотреть, как Бонни будет вести себя непосредственно в геймплей. Давайте в качестве примера возьмем новую карту, которая будет в ротации для ограбления, и посмотрим, хороша ли Бонни тут или нет. Конечно, с одной стороны, это действительно очень универсальный бравлер, потому что вы сами можете смотреть, когда вам лучше быть дальником с медленной скоростью, но при этом с хорошей дальностью, а когда вам лучше стать ближником и быстро бегать. Но опять же, мне кажется, это будет достаточно непростой боец, то есть к нему нужно будет приноровиться, потому что он будет требовать от себя, чтобы вы умели хорошо играть и за ближника, и за дальника. С другой стороны, такая вариативность дает больше возможностей, вне зависимости от того, что происходит на карте. Раскрылась карта или наоборот, допустим, появились какие-то препятствия от того же Спраута. Здесь можно легко подстроиться и сделать так, чтобы игра была для вас комфортной. То есть со стороны команды соперника вы будете достаточно неприятным бравлером, которого нужно будет постоянно гасить, и он постоянно будет доставлять какие-то проблемы. Причем, что в одном режиме, что в другом режиме. Однако, на мой взгляд, пока очень непривычно приспосабливаться к вот этим изменениям по скорости и по атаке. Как только ты приспособился к тому, что ты ездишь медленно, но такой же далеко, у тебя меняется режим, и все меняется. То есть нужно будет очень быстро приспосабливаться и уметь быстро ориентироваться в ситуации. В этом очень хорошо помогает гаджет, который позволяет ускоряться самой пушки, и при этом ускоряет еще и перезарядку. Поэтому этот гаджет мне понравился больше, чем другой. Потому что не успеваешь почувствовать вот эту разницу в разных режимах, в медленном и в быстром. С другой стороны, гаджет на рывок, наверное, будет неплохо отрабатывать в том же самом Бралболе. Можно раскинуть врагов и побежать вперед, в принципе, как это обычно и делает Макс. В любом случае, бравлер интересный, но я думаю, что к нему придется приспосабливаться. Если сравнивать Бонни и Джанет, мне пока больше нравится Джанет, но, возможно, мое мнение изменится. Напишите в комментариях, что думаете вы про этого бравлера, какой понравился больше. Ну, а я, как всегда, по традиции добавляю анимации победы и поражения для дефолтного вида, а также для видов скине. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну, а я желаю вам удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok